Вы уже сами несколько раз упомянули это слово, великолепное абсолютно, и вам спасибо за это. Союзник, союз. Вы сами как расцениваете наш союз? Насколько он нерушим? Что нам нужно еще сделать, чтобы больше интегрироваться? Могу сказать просто, вам надо в России и в Беларуси нам идти по стопам двух президентов. Вы видите наши отношения. Абсолютно близкие. У президента Путина ни с кем нет таких отношений, как с Беларусью. Это естественно. Тут ничего не надо придумать, никакой конспирологии. Мы союзники, этим все сказано. Это даже не в союзе дело. Как некоторые говорят, мы русские люди. Чем мы отличаемся, белорусы, от русских? А ничем. Я когда-то в шутку говорил, белорусы, те же русские со знаком качества. Ну так, в шутку. Ничем мы не отличаемся. И вот ты говоришь о союзе. Мы не угодны были для России. Не та политика. Шапку Мономаха кто-то хочет схватить в Кремле и так далее и тому подобное. И в силу этого шел такой прессинг на Беларусь. Но я все равно вместе со своими коллегами проводил ту политику, которая проводится сейчас. И часто даже у нас разногласия были серьезные с Путиным. Я ему говорил, знаешь, мы можем ссориться сколько угодно, но мы должны видеть интересы собственного народа. Во-первых. Во-вторых, придет время, когда будем стоять спиной к спине и отстреливаться вдвоем. Ох, как нас РТР и все каналы тогда критиковало. Возьмите эти материалы и посмотрите. Да ну как-то, спиной к спине. Да не будут такие времена. А военные ваши говорили. А что там Беларусь? Ну подумаешь тут 800-1000 километров. Да мы стрельнем из-под Москвы через Беларусь и там поразим любую цель на Западе. Оказалось, это не так. До того, как стрельнуть и найдутся ли такие люди, которые могут стрельнуть соответствующим оружием. Оказалось, вот стоим спиной к спине и когда началась специальная военная операция, я откровенно рассказывал, она началась и через несколько дней мы с Путиным встречались. И до этого он говорит, я тебя прошу, прикрой нас с тыла. Я говорю, какого тыла? А говорит, вот стык Украины, Беларуси и Польши. Я так подумал, молодец. Чувствую, что эти же мерзавцы могут что угодно. И тогда я сказал, что мы не позволим русским спинам стрелять. Мы тогда подняли практически полармии и закрыли то направление. Они поняли, что шутки в этом плане плохи. Поэтому вот стоим иногда спиной, иногда друг на друга глядя и сражаемся против этих циников. Продолжение следует... Продолжение следует...